Наступать без авиационного прикрытия, превосходства в артиллерийском огне и наличие машин саперных, инженерных разграждений и минных тратчиков невозможно. Американцы здесь как бы находятся в растяжке. С одной стороны, им необходимо привлечь как можно больше сил к потенциальному конфликту, который назревает в районе Тайваня. Говорят на языке улиц Зеленского и Сливаев. Наш президент ничего просто так не говорит. Здравствуйте. Добрый день. Буквально недавно в литовской столице прошел саммит НАТО, на который, в частности, украинцы возлагали большие надежды. Они считали, что либо им дадут какие-то серьезные гарантии безопасности, либо Украину вообще, как они говорили, пригласят в НАТО. По итогу, понятное дело, ничего из этого не случилось. Но хотелось бы узнать, для чего вообще была эта накрутка в информационном пространстве и для чего им то и дело давали какие-то надежды на то, что они вот-вот и станут членами Альянса. Я думаю, прежде всего, накрутка велась для того, чтобы больше мотивировать украинские вооруженные силы к наступлению, которое совершенно выглядит безнадежным и порождает вопрос о квалификации тех воин-начальников, которые планируют такие операции наступательные. Но сейчас Запад заинтересован в том, чтобы как можно дольше длилось это контрнаступление, как можно больше сил российской армии они связали в этом наступлении и нанесли как можно больше ущерба российской армии. И заставили Россию больше и больше ресурсов вкладывать в противостояние украинской армии. То есть есть желание растянуть конфликт и ослабить Российскую Федерацию. И кроме того, кроме военных и политических аспектов, и экономических аспектов, есть экономические. Значит, мы видим, что, конечно, экономические санкции значительно ухудшили экономику Российской Федерации. Несмотря на то, что есть данные о том, что не происходит серьезного падения ВВП, что Российская Федерация перешла на траекторию роста, все равно это значительные трудности для Российской Федерации представляет. Потому что ряд важных комплектующих изделий, которые раньше поставлялись Западом, сейчас Российская Федерация получает с трудом по серым схемам или по параллельному импорту, либо не получает вовсе. Именно этим объясняется та большая роль, которую приобретает Беларусь для Российской Федерации. И еще надежда на раскол в российской политической и военной элите. Поэтому они так ухватились с такой радостью за вот эту смуту, за это якобы мятеж ЧВК Вагнера и так далее. Отсюда вот это вот желание не снижать градус наступления, поддерживать вот это напряжение на фронте. Вы сказали, что украинское наступление, оно безнадежно. Хотя вот в частности и на Западе, и в каких-то украинских официальных источниках информации на него все еще возлагают надежды. А почему вы полагаете, что оно все-таки безнадежно? Ну все дело в том, что есть азы военной науки. Меня когда-то учили, что для наступления необходима организация взаимодействия всех родов войск. И обязательным является мощнейшая артиллерийская поддержка и самое главное авиационная. Необходима авиация, которая будет поддерживать сухопутные войска на поле боя. Во Вторую мировую войну, Великую Отечественную, такие самолеты были. Это известные штурмовики Л-2, которые немцы называли «черной смертью» именно потому, что они поддерживали наступающиеся танковые войска и пехоту. Сейчас у российской армии такими самолетами является Су-25 и появилась новая техника для поддержки наступающих войск и обороняющих. Это боевые вертолеты, как мы знаем, К-52 «Аллигатор» и ночной штурмовик это Ми-28Н. В общем, Российская Федерация обладает в полной мере необходимой авиационной поддержкой, чего нельзя сказать об Украине. Поэтому всякая наступающая техника и особенно бронированная подвергается практически немедленному уничтожению со стороны вертолетов К-52 и Ми-28. Кроме того, для того, чтобы при отсутствии авиации наступать необходимо колоссальное преимущество в артиллерийской мощи, в мощи артиллерийского огня, чего украинская сторона не имеет. Как по количеству и по качеству артиллерийских систем, так и по количеству боеприпасов. Известно, что артиллерийские системы американские, французские, американские, паладин, они все обладают меньшим ресурсом стволов, чем российская советская артиллерия выпуска в советские годы. Поэтому они быстро очень расстреливают свои стволы, выходят из строя и необходимо вести на ремонт и замену стволов, как минимум, в Польшу. Значит, таким образом, ничего необходимого практически нет. Кроме того, необходим парк танковых тральщиков и машин разграждения, инженеров машин, которые могли бы обеспечивать организацию проходов в минных полях, которые могли бы обеспечивать наступление. Это и танковые тральщики, это и машины разграждения и так далее. То есть, всего этого нет. Вот есть данные, что Финляндия предоставила вооруженным силам Украины такую технику, но она тут же была поражена на поле боя. Тут же была поражена. Необходимо иметь, как минимум, значит, столько же танковой техники, сколько и машин танковых тральщиков разграждений. Поэтому я думаю, что с самого начала грамотные люди и в американских штабах, и в штабах третьих стран, допустим, Германии, Британии, есть там и грамотные военные, которые обладают необходимыми знаниями. Их учили к тому же самому, что наступать без авиационного прикрытия, превосходство в артиллерийском огне и наличие машин саперных, инженерных разграждений и минных тральщиков невозможно. То есть, заранее это был, я бы сказал, это был злой умысел, особо циничный. Когда на оборону сплошную, значит, которая в несколько линий, в несколько рубежей, ведь они даже не прошли дальше предполье. Предполье это укрепление, которое заставляет наступающего врага развернуть свои боевые порядки и подставить тем самым под огонь артиллерии. Они даже боевое охранение в некоторых местах не преодолели, тем более предполье. Таким образом, эта операция заранее была обречена, и ее цель, как я полагаю, была только с поддержанием вот этого пламени военного конфликта. Я не думаю, что настолько упала квалификация натовских генералов и планировщиков, что они не могли предвидеть такого исхода. Ну а в случае предполагаемых поставок авиации, вот тех же F-16, о которых постоянно говорят, как вы считаете, что-то коренным образом перевернется на поле боя в пользу Украины, или они все-таки коренного перелома не привнесут? Да, F-16 может быть использован как истребитель-бомбардировщик, он в нескольких ипостасях выпускался и как истребитель, и как перехватчик. Но необходима именно авиация поддержки сухопутных войск на поле боя. Это или боевые вертолеты, или штурмовики. У американцев есть такие штурмовики. Это А-10 Тандерболт, которые предназначены для непосредственного поддержки сухопутных войск. Но они не хотят расставаться с этими самолетами и давать Украине эти самолеты. Хотя они и устаревшие. Значит, F-16 не заменят самолеты поле боя. Ну и кроме того, система ПВО Российской Федерации настолько могущественна, настолько разнообразна по количеству и по своим тактико-техническим характеристикам, что даже если не поставить 50, F-16, о чем идет речь, а больше вряд ли удастся наскрести даже в Европе, то, учитывая, что ПВО Российской Федерации перехватывает такие сложные, малозаметные цели, как Storm Shadow, как перехватывает даже такие вот ракеты, которые переделанные С-200, которые недавно запускали, баллистического класса ракеты. Ну и Хаймерсы. То есть я думаю, что долго они не проживут. И учитывая дальность стрельбы российских систем С-400, и даже есть войсковые комплексы С-300В, которые могут на расстоянии 280-300 километров поражать авиацию и баллистические ракеты, я думаю, они долго не проживут, их совершенно не хватит. Чтобы достичь превосходства в воздухе, нужны сотни самолетов. Сотни. И кроме того, значит, необходимы солидные запасы противорадиолокационных ракет, ракет, которые могут поражать зенитно-ракетный комплекс. А у россиян все в порядке. У них в боевых порядках войск действуют войсковые комплексы зенитно-ракетные. Это и панцирь, это и тор, это и стрела-10, плюс переносные зенитно-ракетные комплексы и стрела, и игла, и новая верба, и так далее. И плюс появились совершенно уникальные комплексы. Это Бук М-3, который практически поражает любые цели. Поэтому здесь это, в общем, пьеса с известным концом. Это все рассчитано на то, чтобы продлить агонию, чтобы продлить, значит, сопротивление Украины. И в то же время, мы видим по результатам саммита в Вильнюсе, они не хотят сами встревать в этот вооруженный конфликт. Ну, потому что у них нет равноценных российским сухопутных войск, нет равноценного количества бронетанковой техники и необходимого количества авиации, которая способна действовать на поле боя и прикрывать, завоевывать господство воздуха. И что они не говорят про свои замечательные F-35, про свои замечательные F-16, я думаю, что в данном плане Российская Федерация не позволит им завоевать господство воздуха. Поэтому не повлияет поставка F-16 на исход этого вооруженного конфликта. Хотя продлит его еще на значительный промежуток времени. Ну, если им, конечно, вообще что-то будут поставлять... Поставлять обязательно будут. Американцы здесь как бы находятся в растяжке. С одной стороны, им необходимо привлечь как можно больше сил к потенциальному конфликту, который назревает в районе Тайваня. И еще одна задача – не допустить угасания конфликта в Украине, чтобы Украина быстро потерпела поражение. Не допустить угасания, не влезая самим в этот конфликт. Как они это могут обеспечить? Только наращиванием поставок различного рода вооружения. И количественно, и качественно. Я думаю, что все эти разговоры, что они чего-то могут не поставить. Я думаю, поставят все, кроме ядерного оружия тактического. Вот, все поставят. Лишь бы самим не влезать. Лишь бы дольше украинцы сопротивлялись Российской Федерации. Но есть такой фактор, как количество призывного ресурса в Украине. То есть, не даром вопрос, а до последнего украинца. Это реально. Это реально. Речь будет идти, конечно, не об одном последнем украинце, но о том, что они скоро не смогут комплектовать свои потерпевшие поражения бригады свежими силами, свежим контингентом военнослужащих. Тем более, что качество этого контингента постоянно падает. Значит, те войска, которые учились и готовились с 2014 года, они практически все сожжены в горниле этого конфликта. И приходится затыкать дыры на передний край, бросать территориалов, либо людей, мобилизованных, взятых с улиц, которые даже курсом молодого бойца полноценно не прошли. И, в общем, они только для того, чтобы выиграть время для того, чтобы подтянуть оставшиеся боеспособные части. Я просто почему об этих поставках заговорил? Вот буквально недавно Зеленский очень интересно отблагодарил министра обороны Британии, который обиделся на него и сказал, что вам бы, наверное, следовало проявить какую-то благодарность, вместо того, чтобы упрекать нас в том, что мы делаем недостаточно. Или вы считаете, что это так, рядовая перепалка? Нет, конечно. Говорят, на языке улиц Зеленского сливают. Я думаю, что... И он это понимает. И очень возможно, что скоро эту персону заменят. Могут организовать якобы квазивыборы, где он будет переизбран. Либо это будет какой-то, значит, военный переворот, как это было в Азии, когда во Вьетнаме. И помню, когда еще Южногорейская война была. Адиозных президентов-диктаторов меняли на других. Таких же адиозных, но которые еще некоторое время могли, значит, вести вооруженную борьбу. И он это почувствовал. Вот эти все его психи, эти все его демарши, это именно от осознания того, что из иконы он превращается в отыгранный материал. Он превращается, ну, скажем так, в битую карту, в битую шестерку из терминологии карточной игры. И, в общем, я не знаю, как скоро его заменят, как скоро он будет заменен другим человеком, который сможет более тщательно, более качественно выполнять задачи, которые ставят перед ним американцы, и не роптать. Но чувствуется, что Зеленский на нисходящей траектории своей карьеры. Ну вот, что касается вот этого, как вы выразили, слива Зеленского, тут можно проследить интересную аналогию, по-моему. Когда Янукович летал в Вильнюс, не помню, что там было за мероприятие, но он там должен был подписывать документы о евроинтеграции Украины. Он это сделать отказался, и через какое-то время в Украине случился госпереворот. А сейчас Зеленский полетел на саммит НАТО, там, в принципе, тоже его сторонились, там и руки ему уже никто не шал, и все такое прочее. И сейчас он возвращается в Украину. Ну, тут такая интересная аналогия, по-моему, получается. Очень уместная, очень правильная аналогия. Все дело в том, что вот это соглашение по интеграции с Евросоюзом, оно давало колоссальные убытки для Украины. И Янукович понял, что ему их не возместят. Отсюда его позиция. Он не был ни пророссийским, он не был, значит, ни просоветским. Он был просто человеком, который понял, что Украину ввергают в экономическую яму. Ей взамен на большие экономические уступки не сулят никаких равноценных пряников. В Евросоюзе очень жесткие ограничения по поставке товаров со стороны. У них там квоты на все и так далее. И Украина со своими товарами, она была бы лишним, совершенно лишним игроком на этом рынке. И ясно, что он как президент, который разбирался в экономике, все-таки так или сяк, но он попросил времени на доработку этого документа, что ему даже и не позволили. Ну и здесь такая же ситуация с новой украинской властью, так сказать, с новой... Хотя вообще-то по своим замашкам она достаточно старая, они хотят того же Евросоюза и НАТО. И это хотели и при Януковиче, и при всех практически... Даже при Пучме этого хотели НАТО и Евросоюза. Поэтому он понял, что его обманули, что его водили за нос все это время, для того, чтобы он исправно жертвовал украинцами ради интересов Соединенных Штатов Америки. И ясно, что в таком настроении, в таком качестве, ну, он, наверное, не будет таким самоданным, говоря по-белорусски, не будет отдавать, так сказать, все свои силы достижению цели, которые совершенно не соответствуют интересам Украины. И очевидно, что он все-таки будет заменен на другое лицо, если только Российская Федерация раньше не положит конец вообще мучениям, мучениям этого квази-государства, которое вот сейчас, мы видим, подходит к своему естественному концу, потому что ни экономики у него собственного, этого государства нет. Оно не может содержать бюджетников, врачей, учителей, выплачивать пенсии пенсионерам. Детские пособия и так далее, и так далее. Это все дотации со стороны, но они только нужны до той поры, пока нужна воюющая Украина. Я думаю, что если дело приблизится к логическому концу, когда Российская Федерация займет примерно не 23, значит, процента украинской территории, а 43, я думаю, что тогда вот все, век произойдет, произойдет облом. Я не увидел, что дальше вкладывать деньги в это мероприятие, в этот проект, который потерпел провал и без надежды на отдачу. Нет, я думаю, что они его и сольют, и того, кто будет за Зеленским. Ну, тогда тут для украинского руководства, в первую очередь, все совсем печально получается, потому что, да, контрнаступление, оно действительно провалилось, первый этап его, по крайней мере, значительных результатов они не достигли. И тут, по-моему, немного-то вариантов остается, либо, как это говорят, воевать до последнего украинца буквально, до последнего боеспособного украинца, либо, ну, не знаю, садиться за стол переговоров, наверное. Вот Александр Лукашенко, в частности, во время своей беседы с зарубежными белорусскими журналистами, он говорил, что возможность для этого еще есть. Но здесь вопрос в том, есть ли желание у украинского руководства за этот стол переговоров садиться, вы как считаете? Я думаю, что о желании украинского руководства никто спрашивать не будет. Вопрос будут решать совершенно другие люди. И очень важная мысль была высказана президентом Лукашенко о том, что в результате катастрофы украинцев Украина потеряет полностью свою боеспособность, способность вооруженно защищать свои границы. То есть, ну, она просто не сможет противостоять Российской Федерации, если та предпримет ряд ударов на важнейших направлениях. Лукашенко сказал, что это прежде всего южное направление, да? Это Одесса, Николаев, Приднестровье. Очень может быть, потому что морским путем можно больше доставить вооружение, более тяжелую технику и так далее. Поэтому, конечно, Российская Федерация, если она решит добивать украинское государство, то, конечно, одним из важных направлений будет южное направление. Поэтому вот идут тикают часы. Тикают часы. Я думаю, что, ну, хотя прошло мало времени после интервью белорусского президента, но, по-моему, время Украины уже истекло. Россия формирует резервные армии. Она наладила, как мы, значит, слышали от Шойгу, производство боеприпасов по некоторым видам до 20 раз больше, чем в 22-м году. От 10 до 20. Танки, значит, модернизация и выпуск в 2,5 раза, самолеты там в 2 раза и так далее. То есть это все копится ударный потенциал, который не расходуется сейчас в боевых действиях, потому что оборона гораздо более экономная. Так сказать, способ введения боевых действий. Хотя нужно много боеприпасов. Опять же, конечно, есть и потери. Но если говорят о том, что наступающие теряют от 7 до 10 раз больше личного состава, чем обороняющиеся, то вскоро не будет резервов для закрытия тех дыр-пробоин в украинской обороне, которые может нанести Российская Федерация. И я, в отличие от многих экспертов, которые удивляются, для чего Байден поставляет кассетные боеприпасы и собрался поставлять. Типа они все дураки, потому что против обороняющихся совершенно бесполезно применять кассетные боеприпасы. Они находятся в блиндажах, перекрытых окопах, щелях, траншеях. Даже одного наката бревен достаточно, чтобы остановить. Будь это будет шрапнель, шарик, либо это будут оперенные стрелы, иголки и другие там суббоеприпасы, которые, значит, чем начинены эти боеприпасы. То я думаю, что они все-таки думают уже о будущем. О том, что после обороны Российская Федерация перейдет наступление. И вот именно когда в Чистополе выйдут мотострелки, когда выйдут, значит, БМП и танки, вот против них будут применяться и вот эти вот суббоеприпасы с оперенными стрелами, противотанковые суббоеприпасы, когда бомбы и снаряды будут, так сказать, разделяться на парашютах всякие боевые части, которые будут кумулятивными боевыми частями поражать сверху танки и так далее. Вот они готовятся, как мне кажется, уже к потенциальному российскому наступлению. Потому что они не дураки. Они не дураки. Бить по блиндажам в нескольких накатах, накатов вот этими суббоеприпасами, совершенно бессмысленно. Ну и можно, конечно, против мирного населения, то есть терроризировать его с тем, чтобы оно предъявило претензии к действующей власти, которая якобы не может их защитить. Но эта песня уже старая, и этот метод уже не играет. Потому что и раньше украинская сторона использовала боеприпасы этого типа, в том числе и есть данные фосфорные зажигатели против населенных пунктов Донбасса. И поэтому никакого нового элемента в боевые действия эти поставки не внесут. То есть очевидно, что все-таки мы наблюдаем за переходным периодом, когда наиболее трезвые головы понимают, что наступление выдохлось, и дальше надо готовиться к аббатуме уже против российского контрнаступления. Насколько эти кассетные боеприпасы помогут? Естественно, да, небольшие проблемы составят для российской армии, но по сути-то, наверное, тоже просто продлят вот эту вот агонию. Да, все это рассчитано на задержку на боевых линиях украинцев. Вот Сыпчик, который неоднократно цитировался, который говорил, что польской армии стоит помочь белорусским повстанцам в случае вооруженного мятежа на территории Беларуси. Он сказал, что НАТО обрекло Украину истекать кровью. То есть он очень правильно назвал вот явление, которое мы скоро увидим. Затяжной конфликт будет стоить Украине новой крови. Мы увидим Украину истекающую кровью. И так как запас крови и в человеческом организме, и в государственном организме ограничен, то когда вот эта кровь истечет, то мы увидим финиш, финал, катастрофу этого государства. Ну, будут попытки со стороны Запада. Значит, корейский вариант, да, израильский вариант и прочие другие варианты. То есть частичный прием в НАТО западных регионов Украины, а занятые Российской Федерацией пусть к ней и отойдут. Вряд ли это Россия устроит. Я думаю, в России такой вариант. Российская Федерация, как сказал Лавров, уже ни на что это не пойдет. Только капитуляция. Если завтра, допустим, президент Украины обратится к президенту Российской Федерации и скажет, что осознавая бедственное положение моего народа, как с точки зрения военно-политической, как и с точки зрения экономической, я ради сохранения здорового, молодого, жизнеспособного, творческого населения Украины прекращаю боевые действия и прошу начать переговоры о капитуляции. Тогда будут сохранены еще десятки, если не сотни, жизней украинских граждан. Потому что вот уже сейчас надо задуматься о том периоде, который наступит после войны. Вы понимаете, в чем дело? Наиболее дееспособное, творческое население Украины, оно либо эмигрировало путем контрабандистов на Запад, либо свободным путем через новые территории Российской Федерации и в Беларусь тоже. Значит, кто будет восстанавливать Украину? Кто будет ее заселять? Кто будет строить новые заводы? Вообще, кто будет хозяйствовать на этой территории? Вот ведь какой вопрос. Если они потеряют Украину, то они должны уже думать о послевоенном устройстве этого государства. Тут вопрос в том, что захотят ли возвращаться на территорию, которая будет усыпана осколками вот этих кассетных боеприпасов. Потому что очевидно, что это гуманитарная катастрофа и для послевоенной Украины. Недавно узнали, что Великобритания собирается добавить Украине танковых боеприпасов. Но мы знаем ситуацию в Сербии. И вопрос о том, через пищевые цепочки, через воду, через продукты земледелия, это все будет перенесено и распространено практически по всей территории Украины. А то и на другие территории. Потому что отследить практически будет невозможно. Куда пойдет это заражение? Ну вот, кстати говоря, если вернуться к этой беседе Александра Лукашенко с зарубежными и белорусскими журналистами, то их в числе прочих интересовал и вопрос о ядерном оружии. Особенно вот полякам это вообще интересно, по-моему, еще до того, как оно, в принципе, было поставлено в Беларусь. А чего они переполошились-то? Если, ну, очевидно, что президент Беларуси, он прямым текстом говорит, что мы никому не угрожаем, ни на кого нападать не собираемся. Но тут уж вопросы к ним появляются, почему у них такая реакция на то, что у нас будет храниться российское ядерное оружие. Во многом обломало их планы. Произошел облом. Ведь, что у правящей элиты на уме, у генерала скшипчик на языке. Он сказал, что Польша должна при помощи вооруженных сил поддержать восставших на территории Беларуси. Они предполагают прямую военную интервенцию на территории Беларуси по тем предлогам, что есть некие, значит, независимые люди от режима, которые призовут их на помощь. И, учитывая, что Польская армия обладает большой численностью, у них серьезное количество и бронированной техники, и, в общем, и реактивных систем золотого огня, которые они увеличивают, и авиации, те же самые F-16, которые вооружены ракетами класса воздух-земля. То есть дальность их достигать может достигать 900 километров. Джасм и Джасм-Ер. Отсюда Беларуси нужно средство, которое могло бы противодействовать численному превосходству потенциального противника, которое могло бы его остановить. И нет ничего лучше, чем тактические ядерные боеприпасы. Ядерному боеприпасу безразлично, сколько врага на квадратном километре. И вот отсюда беспокойство польских правящих кругов. Это во многом нарушает их планы в отношении западных регионов Беларуси. Все-таки они бредят возвратом креслоусходних, и они поэтому так бережно опекают оппозицию, они ее толкают на вооружение, на вступление в ряды украинской армии, с тем, чтобы они получили боевый опыт, с тем, чтобы потом их руками разжечь на территории Беларуси конфликт, в который они могли бы вмешаться. И здесь значит очень выверенное экономное, я бы сказал такое слово экономное решение, которое позволяет нам без наращивания значительной численности наших вооруженных сил и технического потенциала, ну тут надо было наращивать в разы, для того, чтобы отбить эту угрозу обычными средствами, в разы наращивать обычное вооружение. Поэтому это решение очень правильно и это облом их планов. Да, учитывая то, что Польша, она открыто стремится стать самой милитаризованной страной в Европе, сравняться с ними даже по численности личного состава, наверное, да, тут тактическое ядерное оружие окажется наиболее таким адекватным и мощным аргументом. Но если они пойдут еще дальше, то ведь президент сказал, что в случае необходимости можем и стратегическое оружие привлечь. И многие отнеслись к этому значит как шутки, несерьезно высказанные, но наш президент ничего просто так не говорит. Как мне представляется, он имел ввиду то обстоятельство, сейчас Российская Федерация снимает с боевого дежурства комплексы Тополь и заменяет их комплексами Ярс. Но эти комплексы еще не выработали свой боевой ресурс. Это просто они морально устарели в том стратегическом противоборстве России и США. Но есть данные о том и эксперты некоторые говорят, что вполне возможно конвертация этих комплексов в комплексы средней дальности если снять третью ступень то вполне они могут быть использованы как комплексы средней дальности которые были в свое время выведены с территории Беларуси. Тем более что американская сторона пошла на нарушение соглашения РСНД о ракетных комплекс средней и меньшей дальности и теперь у Российской Федерации и Беларуси руки развязаны. Пока действует джентльменское соглашение что стороны не размещают такие системы но если обнаглевший противник перейдет как сейчас говорят все красные линии то я думаю что президент Лукашенко им прощать не будет этого не спустит и можно ожидать появления десятков таких комплексов модернизированных ремонторизованных на территории Беларуси и я думаю они об этой перспективе должны думать постоянно союзное государство может ответить на вот эти попытки вбить клин между дружественными братскими народами есть такая может быть народная поговорка говоря сленгом народным поздно бабка пить боржоми когда гланды отлетели то есть поздно они своей политикой спаяли наш союз с Российской Федерацией так прочно что чтобы они туда в этот наш союз клинья ломы и монтировки все равно не разорвать то есть всем ведущим политикам трансзапада Российской Федерации думаю скоро выдаст по ордену за то что они способствовали интеграции Беларуси и России примерно 30 лет наши противоречия не давали нам тесно более интегрироваться сейчас же в миг эти противоречия по историческим масштабам были преодолены решены практически все спорные вопросы и энергоносители и санитарные нормы которые раньше использовались для торможения белорусских товаров на российской рынке то есть конкуренция все это ушло в прошлое и что мы можем противопоставить дальше интегрироваться дальше импортозамещение налаживать и в общем не строить предприятия и конкурентов а делать единый народно-хозяйственный комплекс который был значит развит в Советском Союзе и именно благодаря тому что Беларусь сохранила свою часть этого народно-хозяйственного комплекса сейчас ну мы сейчас мы являемся скажу так даже арсеналом Российской Федерации важной промышленной базой вот на недавней выставке значит в Екатеринбурге да заключены соглашения по ряду важных позиций но одно из самых важных это поставка Беларусью Российской Федерации интегральных схем на сумму полтора миллиарда рублей это как раз я думаю тема кроссхемы которой не хватает российского ВПК для производства высокоточного оружия и зря радовались на Западе и говорили что вот-вот в России иссякнет арсенал высокоточного оружия он не иссякнет Беларусь будет подпитывать российский военно-промышленный комплекс необходимыми полупроводниками интегральными схемами и другими высокотехнологичными электронными изделиями для того чтобы все больше и больше Россия могла наращивать выпуск искандеров значит калибров ракет для стратегических бомбардировщиков Х-55 и Х-101 ну и естественно зенитно-ракетных комплексов всех классов и назначений Вас хочется поблагодарить за эту беседу и за Ваши интересные и развернутые ответы Спасибо Вам большое Всего доброго Вам творческих успехов До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин